А сейчас я хочу предоставить слово своему товарищу по проекту «Нагаеведение». Это научный редактор проекта «Нагаеведение» Рамиль Валитович Ишмухамбетов. Он является соискателем научной степени на кафедре истории России в Астраханском госуниверситете. Рамиль Валитович, вы меня слышите, да? Да. Смотрите, Аминат Хасановна уже затронула тему о том, как, какими путями эпосы попадали к соседним родственным народам. Мы знаем, что эпосы есть даже, например, Эдеге, он даже есть у адыгов, у татар, у башкир и так далее. Вот сегодня Юлдаш Мухаммадович упоминал, что у башкир есть эпос Эдеге, и там произошли такие трансформации. Но интересно было бы узнать в, скажем так, контексте вот этого дискурса в связи с выходом последних книг и высказываний некоторых людей, в связи с этой актуализацией, каким образом эпосы нагайские попали к казахам, и являются ли казахи, скажем так, естественными наследниками этих эпосов, как это пытаются представить некоторые наши общественные деятели из числа казахского братского народа, безусловно, братского народа. Или же эти эпосы попали в какой-то определенный период уже после формирования наших народов. Здравствуйте, уважаемые участники Круглого Стола. Как уже было сказано, тема моего доклада продолжает в какой-то мере затрагивать те вопросы, которые затронула Аминат Хасану Курман Сииту в своем выступлении, а это предпосылки проникновения нагайских эпических и поэтических произведений в среду западных казахов. И здесь я хочу отметить, что изначально сфера моих научных интересов не касается этого вопроса, тем не менее изучая то влияние, которое оказала группа нагайского происхождения «Новая казах» на букиевских казах, мне удалось выяснить некоторые подробности, затрагивающие именно этот вопрос. Так вот, «Новая казахи» – это группа нагайского происхождения в составе западных казахов, которая сложилась по причине того, что часть терских исходных, больше ордынских и гешкольских нагайцев с территории Северного Кавказа была переселена в 1740-х годах с территории из-под Кизляра на территорию только образовавшейся Оренбургской губернии, на территорию казачьих укреплений. Оттуда они бежали к казахскому хану, младшему жузу Нурали, сыну Абулхаиры известного, и впоследствии в младшем жузе они составили группу, приближенную к Нурали. Затем в 1801 году с образованием букиевских казахов произошла перекочевка части младшему жузуевских казахов с ханом Букием, сыном Нурали, между речью Волги-Урала, и вот там образовывается букиевская орда. Так вот, есть такой концепт, который довольно-таки распространен, что якобы казахи-младшему жузу – это и есть потомки Нагайской орды, и основным доводом тех исследователей, которые придерживаются его, является то, что именно среди младшему жузуевских казахов сохранилось очень много преданий о Нагайской орде. Однако, как удалось выяснить, очень важную роль в проникновении Нагайских эпоэтических произведений сыграла вот эта группа, да, то есть, собственно, и дешкульские Нагайцы, которые попали в состав сначала Маршала Жуза, потом Букиевского ханства. Какие тому имеются доказательства? Во-первых, цикл Нагайских эпических произведений, он был зафиксирован только от одного ажирау, оранжирау Сенгерпекула, так по мнению, по сведениям Анеца Тулиндича Сарая и Баян Сарсельмена, и, в принципе, не только их одних, он являлся потоку некоего Ахона Казакая. Это такой Нагайский по происхождению религиозный общественный деятель, который бежал на территорию Малашу Жузу, тоже с территории казачьих укреплений, только в 1780-х годах нынешней Актюбинской области на территории. То есть это немного ранее, чем образование Букиевской орды. И он оказал особое воздействие, да, образовал в Медресе, кроме того, передал эпическую традицию. Жекселак Мураш Сабитов, PHD, это казахстанский ученый, он исследовал, ну, это как бы не только он, первым пионером в исследовании Нагайского опуса, именно в сопоставительном плане, пожалуй, следует назвать Виктора Максимовича Жермунского. Вот он сопоставил сюжет Нагайских версий этого эпоса, 40 Нагайских обитателей и казахских, и сделал вывод, что если казахская версия зафиксирована у Муранжерал Сингербекулы, она довольно-таки богатая на сюжет, на разного рода подробности, и по своему формату, да, то Нагайские версии, они значительно короче. Однако они куда ближе к реальным событиям историческим. Это вот вывод, который был сделан Виктором Максимовичем Жермунским. Жекселык Мурадович Сабытов, сравнивая территориальное нахождение главных героев эпоса, да, сделал вывод, что это действие в основном, это Караса и Казей, да, это Урак и Мамай, Адиль Сотан, действие в основном происходило на территории достаточно далекой от казахских кочевий, да, это территория Северного Кавказа при Черноморье и Крыма, то есть это Малый Ногай. Кроме того, следует особо отметить, что не имея границ прямых с казахским ханством, да, довольно-таки затруднительно представить себе, каким образом, да, носители этой эпической традиции могли перенести. И вот как раз переселение части терских вошардынских нагайцев и потомков салтановольцев, она легко это дело объясняет. Кроме того, следует отметить, что именно вот эта группа, она, Новая Казахия, занимала привилегированное положение при ханах, то есть при хане Букея Нур-Алиеве, а потом при сыне Оджангире, составляя особую группу, которая защищала ханов. Она не имела официального статуса, но у нее был внутренний служилый статус, они были пожалованы многими землями, больше, чем многие другие рода. Они так и не вошли в родовую структуру, подчеркиваю, казахскую, и имели статус кормес, то есть невходящий. И наряду с Кожа, Тюре, Кожа – это потомки мусульманских миссионеров, и Тюре – это потомки Ченисхана, вот наряду с ними они кочевали совместно, отдельно от простого людо. Кроме того, даже вот в этнографии довольно-таки сильные воздействия на верхушку, на верхушку казахского общества, в Киевской Орде, смогли оказать именно нагайцы. Это видно даже в одежде, да, то есть ношение по пахе кубанки, ношение головного вора по нагайскому образцу части женщин, именно части привилегированных сословий. Дальше, меня это дело, естественно, этот вопрос не мог не заинтересовать, и поэтому я обратился к непосредственно сборникам поэтических произведений, которые были изданы, то есть стихи нагайских поэтов в Казахстане. Как оказалось, в 1970 году вышел сборник нагайских стихов, именно казахских стихов, куда были включены стихи нагайских поэтов. И там же были приведены, как это положено в науке, исходные источники, откуда были взяты тексты. Тексты были взяты, во-первых, это из сборника Магомета Апендиасманова, нагайские и кумыгские тексты, который вышел в 1883 году в Санкт-Петербурге. Соответственно, оттуда были взяты тексты и были переведены на казахский. Во-вторых, это сборник аул поэзиеса Абдулхамиды Шершимбича Джанибеку, который вышел в начале 20 века в Махачкале, тоже были переведены на казахский. В-третьих, это сборники Радлова. Как мы знаем, Аминат Хасан затронул эту тему, то, что многие вот эти страницы рукописей, в которых хранились нагайские и кумы, они впоследствии были использованы и напечатаны в Казани. Относительно бытования этих рукописей, со своей стороны, я могу подтвердить, вот у меня имеется список рукописей, которые наносят название рукописей об основании Сиитовки, и там как раз приводится эпос «Арюамета» и солднула отрывки эпоса «Алмамая». Это те рукописные записи эпоса, которые хранились, не были переданы Виктору Михайловичу Викторовичу в качестве полевого материала. Далее, данная информация не исчерпывается, те тексты, которые отсутствовали, там были взяты из сборников Гумара Караша, который был представителем рода Новой Казах, из рода Куэс, и издал сборник в 1910 году под названием «Шаир», то есть поэт, под псевдонимом Абдулла Муштаг. Кроме того, следует отметить, что он сам был непосредственно потомком Ногайцев из рода Куэс, и вот он издал часть эпических Ногайских произведений и поэтических Ногайских произведений. Кроме того, следует особо отметить роль родоправителя Ногайского рода, человек, который, долгое время был родоправителем Ногайского рода Букеевского ордия, это Мухаммеджан Бекмухамедов, заслуживший потомственное дворянство. В 1908 году в Казани он издал сборник «Жаксово год», который тоже содержал в себе стихи Ногайских поэтов и отрывки из Ногайских произведений. Естественно, он мог собрать их только среди представителей Ногайского рода, это вполне резонно. Таким образом, те материалы, которыми мы располагаем, они позволяют говорить, что Ногайские эпические произведения попали в состав Букеевских, вообще западных казах, в среду, в культурную среду, именно через посредство Ногайцев. Следует отметить, что еще Чокан Ченкесович Валиханов в XIX веке он зафиксировал эпос, на казахский вариант эпоса и деге у Ярао-Нуртугана Кенжигулу-Ула на территории нынешней Казал-Ардинской области. Но свои варианты эпоса и деге, как упоминал Виктор Максимов Жармунский, имелись и у узбеков, и у алтайцев, то есть довольно обширный, и, как уже было сказано, и у кабардинцев, то есть это адыгский народ, и у карачаевцев. То есть это довольно широкое распространение имел этот эпос, и поэтому говорить о том, что только лишь в казахской среде, помимо Ногайцев, он сохранился, или же какую-то особую роль имел, пожалуй, не приходится. На этом, в принципе, я хочу завершить свое нынешнее выступление, и хочу отметить то, что данный вопрос, он требует дальнейших исследований, ждет своего следователя. Однако то, чем мы на данный момент располагаем, оно позволяет говорить о том, что именно Ногайское происхождение имеет эти поэтические произведения. Они попали из Ногайской среды достаточно поздно, в XVIII веке. Ну, даже поверхностный взгляд на биографию тех поэтов, о которых мы говорили, это, например, Шалкиис. Шалкиис жил в Тахт-Элии, в Большой Орде, служил бию Тимиру, мангетскому бию, потомку Эдеге, Ногайей Большой Орды. Досмамбет Азаула жил в XVI веке, служил бием Гиреем. Ханом Гиреем в Малом Ногай проживал. Ирау Асан Хайгэ, по материалам Сысу Юночу Капаеву, которые подтверждаются материалами Суворами Тахиром Ажакайичем Акмамбетовым, видным Ногайских фоклористов, они показывают, что он жил в период еще золотардынского хана Джанибека, а не казахского хана Джанибека, как это пытаются нам представить некоторые исследователи. Что же касается Хастуган Юраус Юнишулу, то он жил не в XV веке, как показано в сериале, в кинофильме «Казахское ханство. Алмазный меч», но жил в ином, в XVII веке, и перекочевал на территорию Кубани. То есть, в данном случае, даже произведения этих поэтов, они никакого отношения к казахской среде изначально не имеют, или к казахскому ханству. Это произведения, которые зародились именно в Ногайской среде, или в среде предков Ногайцев. Соответственно, разного рода фальсификации, они неуместны. Хотим особо отметить, что мы заинтересованы в дружбе, и в хороших отношениях с братским казахским народом, с народом Казахстана, которые нам традиционно дружественны. Однако фальсификации исторических источников, или же присвоение их в угоду только одного лишь народа, да и искажение истории, это никаким образом не делает чести тем отдельным нездоровым деятелям, которые пытаются переписать историю Ногайского народа под себя, назвать ее общей или только лишь своей, чему напрямую, естественно, оснований нет. Большое спасибо. Спасибо большое, Арамиль Валитович. Очень интересное выступление.